МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ЖИЦУ новости. В студии Айнор Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Джумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. От перемены мест слагаемых может измениться результат. Новые кадровые назначения произошли в ряде учреждений области. Прививка здоровья. Началась кампания по вакцинации против гриппа. Умники и умницы. В области идут отборочные игры IQ.ДА. А победителя ждет сертификат на 900 тысяч тенге. 206 проектов стоимостью 1 триллион тенге будут введены в Казахстане в этом году в рамках карты индустриализации. Такая работа, по мнению экспертов, позволит нашей стране обеспечить самодостаточность национальной экономики. На прошедшем сегодня заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина были рассмотрены вопросы реализации индустриальных проектов. Как было отмечено в ходе заседания, благодаря карте индустриализации, в республике будет создано порядка 19 тысяч новых рабочих мест. За 8 месяцев текущего года в эксплуатацию введены 28 проектов на сумму 204 миллиарда тенге, что позволило трудоустроить около 4,5 тысяч человек. Лидерами по объему инвестиций запускаемых проектов являются Карагандинская, Актюбинская и Алматинская области. Так, в нынешнем регионе в этом году реализуются сразу 12 инвестпроектов, в их числе строительство цементного завода, завода по производству слоевого масла, а также птицефабрики теплиц. Нужно отметить, что Алматинская область также вошла в число регионов, где реализуются наиболее капиталоемкие проекты. В ходе селекторного заседания также рассмотрены вопросы регулирования цен на социально значимые товары и обеспечения продовольствия. Как отметил в своем выступлении Аскар Мамин, с начала года цены на социально значимые продовольственные товары увеличились на 4,4%, что, однако, меньше прошлогодних показателей практически в два раза. Стабилизовать цены удалось благодаря принятому комплексу мер по обеспечению производства, хранения и поставок продукции во все регионы. Как заверил министр торговли и интеграции Бахет Султанов, до конца года рост цен на социально значимые продовольственные товары не превысит 6%. Работа по стабилизации цен ведется и в Алматинской области. Глава края Амандык Батала в свою очередь поручил ответственным лицам строго контролировать ситуацию во избежание недопустимого увеличения стоимости продуктов. Принятие своевременных предупредительных мер Акиматами позволит обеспечить стабилизацию и сдерживание цен. Мы целенаправленно работаем над снижением импортозависимости. Причин для повышения цен нет. Будет обеспечен жёсткий контроль за стабильностью цен по всем видам социально значимых товаров. Обеспечение доступности и качества продовольствия является одним из главных факторов качества жизни казахстанцев. Тайм-сквер по Талдыкурганске. В областном центре появится один из самых больших скверов региона. Он расположится вдоль улицы Кабамбай-Батыра. Общая протяженность составит 2 километра 700 метров. На территории объекта будут находиться три крупные зоны отдыха. В них талдыкурганцы смогут приятно и полезно проводить свой досуг, заявляют власти города. По словам представителей Акимата, областного центра до конца октября планируют завершить строительно-монтажные работы. На сегодняшний день выполнено 95% демонтажа. С ходом проводимых работ ознакомился первый заместитель Акима Алматинской области. Как рассказали Лязату Турлашеву, все незаконно стоящие торговые киоски и бутики будут ликвидированы. Помимо этого изменится фасад двух старых домов, находящихся возле торгового центра Карагаш. Вдоль улицы установят скамейки, урны и скульптуры. По планам объект должны завершить до конца января следующего года. Лязат Турлашев заявил, что работы должны пройти не только в срок, но и самое главное – качественно. Предоставьте мне график работ. Детально распишите, когда и в какой срок вы закончите тот или иной участок. Я буду постоянно отслеживать ход работ. Завтра мы еще сделаем обход. Контроль будет вестись на систематической основе. Этот проект очень важен и требует постоянного внимания. В Алматинской области новый руководитель управления внутренней политики. Распоряжением главы региона Амады Кабаталова им назначен Галя Скарс Арыбаев. Он родился в 1963 году. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова, ныне Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Трудовую деятельность начал инженером-конструктором Павлодарского тракторного завода. В разные годы работал начальником Кербулакского районного управления по делам молодежи, туризма и спорт, спорта, управления по развитию языков, заведующим отделом аппарата Акима района. Как отметил заместитель Акима области Рустам Али, с данной должностью Галя Скарс Арыбаев уже знаком. И поэтому, опираясь на свой опыт, он должен приложить все усилия для эффективности работы в данной сфере. Отметим, с 2005 по 2011 годы он занимал должность начальника отдела далее заместителя директора департамента внутренней политики Алматинской области. А в 2015-16 годах руководил управлением внутренней политики. Последняя должность – уполномоченный по этике аппарата Акима Алматинской области. Во внутренней политике я проработал более 10 лет. Конечно, время не стоит на месте, все совершенствуется. Но я надеюсь, благодаря поддержке своей команды я оправдаю надежды, возложенные на меня руководством области. В областном доме дружбы новый директор. На эту должность распоряжением Акима области назначена Сандугаш Дюсенова. Активный общественный деятель, журналист, блогер. Она известна многим талдыкурганцам, как, впрочем, и жителям регионов, как человек, отличающийся гуманизмом, толерантностью, что в работе директора учреждения является ключевым фактором. Поскольку областной дом дружбы – место работы не только уникального института ассамблеи, но и этнокультурных центров области. Он открылся одним из первых в нашей республике и создан с целью укрепления межнационального согласия, возрождения языков, традиций, культуры народов и воспитания казахстанского патриотизма. Было полной неожиданностью получить эту должность. Я очень рада за такое большое, огромное доверие. Амады Габасовичу спасибо большое. Постараюсь оправдать доверие, которое в данное время на меня сейчас возложили. Открытый для всех. Алматинская область вышла на лидирующие позиции по созданию офисов в формате Open Space. На сегодня в государственных органах ЖТСУ функционирует более 260 кабинетов открытого типа. Тем самым регион демонстрирует активные темпы по реализации президентской концепции слышащей государства. В рамках поручения главы государства активными темпами ведется и создание сервисных акиматов. Так, десятый объект открылся в Уйгурском районе. Жители Уйгурского района могут решить практически все свои вопросы в одном офисе. На площадке сервисного акимата оказывают порядка 50 самых востребованных видов государственных услуг. Образование, земельных отношений, занятости, ЖКХ, а также строительство и архитектуры. У нас с бюджета были выделены 18 миллионов тенге, из них 10 миллионов мы освоили по ремонту, текущему ремонту здания. А на 8 миллионов тенге мы приобрели мебель, оргтехнику, вот это все. Но есть у нас еще планы, конечно, еще будем совершенствовать. Сейчас вот насчет электронного табло выдачи талона, вот это все мы предусмотрели. Но просто с поставщиками чуть-чуть это время мы не смогли, но это будет со временем. На сегодняшний день для удобного пребывания граждан имеется комфортный и просторный зал ожидания. Специально для посетителей с детьми предусмотрена игровая зона. Однако все моменты, которым должен соответствовать сервисный акимат, власти района не учли. По словам сотрудников антикоррупционной службы области, в полной мере не создана доступная среда для инвалидов. Пандус есть, а вот табличек Брайля и тактильных досок на объекте нет. За это упущение проверяющие сделали замечание. В свою очередь местные власти пообещали за два дня устранить все недочеты. Основное направление это у нас исполнение концепции слышащего государства. Данная работа у нас проводится в рамках ЖИЦУ Адалда Халана, то есть создание благоприятных условий. Необходимо сказать, что у нас еще в формате open space Алматинская область, как бы лидирующих позиций, по области у нас 268 open space форматов. В этом направлении у нас работают в сфере здравоохранения, образования. Также у нас сельские акимы, есть акимы городов, допустим, в штабе сидит тоже в открытом пространстве, дабы, допустим, правильно оказывать услуги свои и показывать свою открытость, доступность населению. Сервисный акимат в Уйгурском районе уже десятый по счету открывшийся в Алматинской области. Планируется, что до конца года такого рода офисы для граждан появятся во всех крупных городах и райцентрах региона. Транспортное средство не принадлежит мне. Есть такая категория, случай наличия в базе данных транспортных средств, которые не принадлежат налогоплательщику. Второе, это корректировка сведений по транспортным средствам. То есть бывает, некорректно начисляют, вы знаете, налог на транспорт. Третье, транспортные средства отсутствуют в базе данных. Четвертое, это транспортные средства, если в Угоне. Налогоплательщик, если исправит путем подачи таких заявлений, откорректирует свои сведения, то есть свою базу и тоже откорректируется база уполномоченных органов. Через мобильное приложение можно пока делать корректировку в базе только по транспортным средствам. И уже на днях заработает и другая система, которая позволит налогоплательщикам вносить изменения самостоятельно и по земле, и по имуществу. Также Департамент госдоходов области сообщает о проведении налоговой амнистии по списанию пени для физических лиц при условии уплаты ими сумм основного долга по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства. Срок проведения налоговой амнистии до конца года. 32 пожара в жилом секторе с начала года зафиксировано в Вискельдинском районе. Основные причины – детская шалость с огнем, нарушение правил безопасности при эксплуатации печей, выход из строя электрооборудования. В рамках профилактики пожара в преддверии отопительного сезона сотрудниками Департамента ПЧС организован подворовой обход. В первую очередь охватили социально уязвимые слои населения. По словам специалистов, именно в этих домах часто не соблюдаются противопожарные требования. То есть непрочищенные дымоходы, печи в аварийном состоянии, не соответствуют требованиям электропроводка и многое другое. ДЧС предупреждает и просит всех жителей частного сектора соблюдать простые правила пожарной безопасности. Во-первых, это нужно очищать дымоходы перед отопительным периодом. И в дальнейшем, в течение отопительного периода, то есть не реже одного раза в три месяца. Также необходимо замазать щели, побелить, посмотреть в каком состоянии притопочный лист. То есть если его нету, то нужно установить притопочный лист. Зимой, в период уже отопления, запрещается сушить дрова, вещи над печкой, возле печки. Также необходимо уделить внимание особо по состоянию электричества. То есть проверить электропроводку, где происходит замыкание, либо оголенные, необходимо принять меры по изоляции. В столице полицейские задержали 43-летнего сбытчика наркотиков с крупной партией гашиша, потянувшего на 9 миллионов тенге, передает закон КИЗ. Операция по поимке наркокурьера проведена в одном из частных секторов столицы после получения оперативной информации о том, что неизвестный занимается хранением наркотиков в цели их дальнейшей реализации. Также в ходе обыска у наркодилера изяты весы для расфасовки, денежные средства в сумме 2 миллионов 243 тысяч тенге и пневматический пистолет. По данному делу проводится досудебное расследование по статье 296, ч. 4 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества. Казахстан экспортировал свыше 18 миллионов тонн угля. Если нефтяной сектор терпит убытки, то угольная промышленность страны в этом году сильного удара коронакризиса не ощутила. Казахстан с начала года экспортировал больше 18 миллионов тонн угля. Примерно такие же объемы продали за рубеж и в прошлом году. Об этом сообщил главный эксперт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Саят Исатов. По его словам, пандемия практически не повлияла на поставки. Прежними остались и основные рынки сбыта. В этом году компании даже увеличили продажи твердого топлива в Россию. Всего в стране добыли 69 миллионов тонн угля. До конца года объемы нарастят до 107 миллионов. Большая часть идет на внутренний рынок. Больше 17 тысяч казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид. Они пострадали от незаконной деятельности ломбардов Гарант-24, эстейт и выгодный заем. Всего полицейскими зарегистрировано 217 уголовных дел. 116 из них направлено в суд. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД. По его информации, ущерб составил 22 миллиарда тенге. К уголовной ответственности привлечен 51 человек. У подозреваемых изъяли 70 миллионов тенге, а на их недвижимость, машины и земельные участки наложен арест. Для здоровья. В Алматинской области стартовала кампания по иммунизации населения против гриппа. Вакцинации планируют охватить по меньшей мере порядка 15% жителей ЖТСУ, в том числе бесплатной. Традиционно осень считается самым пиковым сезоном проявления инфекционных заболеваний. Чтобы в этот период защитить себя от нежелательной болезни, врачи советуют ставить прививку. Именно вакцинацию считают специалисты самым эффективным методом профилактики. Такого же мнения и Талдукурганис Омирзак Байжуманов. Уже на протяжении 5-6 лет я получаю вакцину против гриппа. На протяжении всего этого времени не ощущал какого-либо побочного эффекта от прививки. Наоборот, чувствую себя хорошо. Зимой и вовсе не болею, хотя мне уже 83 года, и люди в моем возрасте сильно подвержены инфекционным и прочим заболеваниям. У нас в семье все ставят вакцину, и никто не болеет. В числе первых, кто сделал прививки – врачи. Для них вакцинация проводится бесплатно. Также за счет государства прививки могут получить дети, беременные на втором триместре, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Через СК-формацию дали заявку, и к нам поступило на сегодняшний день 160 тысяч вакцин. И вот дополнительно еще 140 тысяч вакцин поступит. В общей сумме на 300 тысяч вакцин Акимобиловский выделил деньги. Сама вакцина, она производства России, называется Гриппол. Эту вакцину мы уже последние 4-5 лет именно в Алматинской области, у нас по Казахстану эта вакцина применяется. Вакцина уже утвержденная, и просим населения приходить в поликлиники и прививаться. По меньшей мере, вакцинации планируют охватить порядка 15% жителей ЖТСУ. Компания по иммунизации населения продлится до середины октября. Ануар Аман Гильдинов, Аблэх, Тхупай, телеканал ЖТСУ. К вершинам знаний. Интеллектуальный конкурс IQ.ДОДА прошел в Текили. В нем приняла участие орудированная молодежь моногорода. Смекалка, сообразительность и скорость – главные составляющие конкурса. Участники викторины боролись за первенство в познаниях истории, географии и естествознания. Следует отметить, подобная интеллектуальная игра в Алматинской области проводится впервые. Организаторы мероприятия, представители регионального проектного офиса Рухани Жангыру, планируют провести еще 20 интеллектуальных конкурсов IQ.ДОДА и выявить сильнейших. По итогам викторины команде-победителю вручат сертификат на сумму 900 тысяч тенге. Отборочные туры будут проводиться по всей области, районам и городам. Максимальное количество участников до 30 человек в соответствии с карантином. Заявок было подано более 30. Получается в одной команде до 5 человек. Итого на сегодня по 6 команд в районах. Женщины и дети, те, кто еще недавно жили в центре по приему беженцев моря, на греческом острове Лесбос, устроили акцию протеста. Манифестанты призывали Евросоюз защитить их и оказать им помощь. Многие мигранты также обвинили полицию в жестоком обращении. На острове после пожара морей сложилась взрывоопасная ситуация. Более 12 тысяч нелегалов остались без крыши над головой. Тысячи семей вот уже шестую ночь проводят под открытым небом и отказываются переезжать в установленный военными палаточный городок. Европа обещала увеличить помощь Греции после того, как лагерь моря сгорел дотла. Председатель Еврокомиссии Урсула Вон дер Ляйен сказала, что новый европейский миграционный пакет будет представлен 23 сентября. На неделю раньше, чем планировалось. Искусство, мода и диверсия. Во французском Лионе открылась выставка, посвященная Вивену Вестфуд, легендарному моделеру, который в свои 79 все еще выходит на экстравагантные акции протеста. Коллекцию предоставил Ли Прайс, который много лет собирал связанные с творчеством Вестфуд предметы и теперь впервые выставляет их во Франции. На выставке предоставлено более 200 произведений, отражающих почти полувековую карьеру моделера. От первых магазинов и одежды для пистолс до современных экологических компаний. Генеральный директор европейского авиастроительного концерна «Аэрбаз» Гиом Фори предупредил сотрудников компании о возможных грядущих вынужденных увольнениях. Причина – вызванный пандемией коронавируса кризиса, от которого авиаотрасль не может оправиться. Профсоюзы и правительства Франции призвали руководство «Аэрбаз» избежать таких мер. В корпорации настроены пессимистично и отмечают, что кризис, по всей вероятности, будет более глубоким и продолжительным, чем ожидалось. В целом планируется сократить 15 тысяч рабочих мест. Во Франции и Германии по 5 тысяч, в Испании до 1600. Очередной этап реструктуризации планирует и Боинг. На фоне санитарного кризиса, введенного в целом в ряде стран карантине, американская корпорация пострадала от потерь в связи с отменой сотен заказов. В апреле в компании заявили о намерении сократить 10% своего штата. Но это, судя по всему, оказалось недостаточно, чтобы выжить в новой реальности. Более 11 лет в моногороде Текеле функционирует необычная спортивная секция. Особенность ее в том, что дети занимаются не только спортом, но и военной боевой подготовкой. Тем самым, утверждают тренеры, юным спортсменам прививают в военно-патриотический дух с малых лет. Секция по кикбоксингу в Текеле создана в далеком 2009 году при содействии общественного объединения воинов-интернационалистов и ветеранов локальных войн. Отсюда и идея – воспитывать детей в военно-патриотическом направлении. Способствует этому встрече с ветеранами, показательные выступления на мероприятиях, изучение военного ремесла и многое другое. Как говорит тренер Асат Ахмеджанов, важно не только быть отличным спортсменом, но и достойным гражданином страны. Мы занимаемся патриотической деятельностью, прививаем детям любовь к родине, развиваем их, чтобы максимальное количество детей пришло к нам на тренировки. Не только, чтобы там уметь махать руками, ногами, бороться, но и прививаем еще, что не нужно мусорить на улице, нельзя огрызаться со старшими, уступать местом в автобусе, в общественном транспорте, выступать против ножа, против пистолета и без самообороны. То есть, что любовь к родине, так же, чтобы они знали своего президента, чтобы они знали Ким Казахстана. За 11 лет из секции кикбоксинга вышло немало чемпионов и призеров страны. Практически с каждого соревнования юные текилийцы привозят домой медали. На данный момент спортсмены готовятся к очередному чемпионату страны. На призовые места претендуют пять кикбоксеров. Среди них подающий большие надежды в спорте Алексей Швейцар. Участвовал в многих соревнованиях, в том числе международных. Принимал участие в чемпионате Казахстана, где стал призером и защитил спортивное звание кандидата мастера спорта по кикбоксингу. Плавное на будущее у меня в плане кикбоксинга я хочу в дальнейшем, если получится, защитить мастера спорта и поехать за границу на соревнования. Секция кикбоксинга не только закаляет характер, но и учит быть достойным гражданином страны. Воспитывает в детях только лучшие качества, и их нужно закладывать с раннего возраста, утверждает тренер. Алексей Цойко, Эрот Кастурганов, Телека на УЖТСУ. Это была вся информационная картина на сегодня. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова